Добрый день, в эфире новости в студии Джангл Мрзаду и Шенбекова. За обнародование информации об участии в запуске компании Кейти Мобайла Манкадыра Рысалиева, свояка премьера Абалгазиева, на Калбека Джамангулова натравили государственные органы. Об этом сегодня заявили на заседание сразу несколько депутатов. Сам Турагамерлан Бакиров сообщил о том, что начала работу депутатская комиссия по ситуации с новой сотовой компанией. А параллельно с ней на главу ЗАО «Альфа Телеком» посыпались проверки его бизнеса, деятельности его семьи. Эти действия парламентарии осудили и потребовали прекратить. Но не подчеркнули, что возьмут это дело под свой личный контроль, так как их бывший коллега, взяв на себя смелость и ответственность, указал на серьезные нарушения. Начала свою работу депутатская комиссия по деятельности Кейтси Мобайл. И все, в том числе и госорганы, должны подождать результатов ее работы. Но правоохранительные органы начали проверять генерального директора компании «Мегаком» Акалбека Джамангулова. И так уже много руководителей уходят со своих должностей. Действия, которые ведутся относительно Джамангулова, неправильные. Акалбек Джамангулов выявил коррупционную схему. В отношении таких людей не должно быть преследований. Нужно сказать ГСБ и МВД, чтобы они не собирали подложные данные. Сначала депутатская комиссия должна завершить свою работу и представить заключение. В задержании по возобновленному делу об освобождении Азиза Батукаева продолжили секс-вице-премьер Шамиль Атаханов был арестован накануне. По данным МВД, его сначала допросили в рамках следствия, а после предъявили обвинение по статье 98 Уголовно-процессуального кодекса. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания ГУВД столицы. Стало известно, что в связи с его жалобами Атаханова в ИВС посетили специалисты надцентра по предупреждению пыток. По словам задержанного, ему не сделали медицинского освидетельствования, отказали и в лекарствах, а он перенес два инфаркта. По делу Батукаева уже дважды на допрос вызывался экс-омбудсмен Турсумбекакун, а также Зарылбек Рысалиев, который в то время возглавлял ГСИН. Между тем арестован работавший в то время его советник и бывший министр здравоохранения Динара Сагинбаева. На данный момент по незаконному освобождению так называемого вора в законе Азиза Батукаева в заключении находятся также двое врачей, которые, по версии следствия, имеют отношение к выставлению ложного диагноза мелиобластный лейкоз. Это онколог Эмиль Макимбетов и лаборант Ирина Цопова. Кроме них, еще под следствием находится один сотрудник Минздрава, двое медработников ГСИН. Всего восемь человек. Контрабанда в нашей стране приобретает угрожающие масштабы. И правительство для борьбы с этой проблемой ничего не предпринимает. С такой критикой в адрес таможни и Министерства экономики сегодня выступили депутаты. По их словам о нелегальном ввозе товаров народного потребления из третьих стран, сегодня говорят уже не только соседи, но и другие страны. Это наносит миллиардный ущерб бюджету, но еще больший ущерб имиджу республики. В ходе обсуждения как раз затронули ситуацию с привлечением инвестиций. И депутаты заключили, что при таком уровне контрабанды ни один инвестор не придет работать в нашу страну. Жалобы идут уже сегодня, прежде всего от нефтетрейдеров, которые указывают на гигантские объемы нелегально завозимого ГСМ и бездействие ответственных органов. Депутаты напомнили, что давали поручение провести работу по вопросу и отчитаться до 1 марта. Однако на дворе конец мая никаких итогов не представлено. Мы всегда говорим, что нужно привлекать инвесторов. Но как их привлекать, если в республике контрабанда ГСМ? Нефтетрейдеры жалуются на контрабандный ввоз ГСМ. Куда смотрят Министерство экономики и Государственная таможенная служба? Какой инвестор у нас будет работать при таких условиях? Бюджет недопоступают большие деньги. А ведь из них формируется заработная плата учителей и врачей. Кабми не дает никаких ответов относительно ввоза контрабандных ГСМ. Из-за контрабандного ввоза ГСМ бюджет недопоступает около 3 миллиардов сомов. Неужели мы работаем, чтобы пополнить карманы 20 контрабандистов? Увольнение руководителей аппарата правительства и главы Госкомсвязи – это попытка уйти от ответственности. Так отреагировали в парламенте на вчерашнее решение Мухаммедкалы и Аблагазиева. Напомню, вчера глава правительства направил президент упрошение об увольнении главы собственного аппарата Шамиля Асымбекова. Кроме того, по собственному желанию заявление написали замрук аппарата Мурат Мукамбетов и глава Госкомсвязи Бакыт Шаршимбиев. Все три отставки, как сообщают в Кабмине, связаны с событиями вокруг ситуации с Кейти Мобайл. Напомню, комиссия сейчас проверяет слухи о том, что свояк премьер-министра Иманкадыр Рыжисалиев проводил совещание в кабинете руководителя аппарата правительства и раздавал указания. Подробности в нашем следующем сюжете. Уволил, чтобы самому остаться. Так оценили решения главы правительства депутаты Джигуркукинеша. Вчерашнее увольнение в руководстве аппарата правительства и снятие с должности главы Госкомсвязи – попытка премьера уйти от ответственности, уверены народные избранники. Законодатели говорят, снимая с должности Шамиля Асымбекова, Мурата Мукамбетова и Бакета Шаршимбиева, премьер надеялся, что депутатская комиссия, парламент и общественность поверят, что все события вокруг Кейти Мобайл развивались у него за спиной. Соответственно, сегодня премьер таким способом пытается выйти из критики обструкции правительства и парламента, и общества в целом. Соответственно, я думаю, эти отставки и не последние. Это возможность премьеру ввести в правительство новых людей таким способом удержать свои позиции, предотвратить некую раскачку правительства. Однако уволенные чиновники тоже виноваты в том, что позволили человеку без полномочий раздавать указания и тем более выполнять их, говорят народные избранники. Иман Кадыр Расалиев хоть и является своей компремьера, но должности в правительстве не имел. А значит, не должен был быть вхож не только в кабинеты увольненных, но и тем более участвовать в принятии каких-то решений. Понятно, что увольнение последовало бы в любом случае, но отказавшись от подчинения, они могли бы хотя бы сохранить собственную репутацию, считают депутаты. Избранный парламент, министр-руководитель аппарата правительства, он политик. Он не должен отдавать свои полномочия каким-то другим, которые не имеют права проводить в здании правительства какие-то заседания. Это нонсенс. Представьте, я лидер фракции, кто-то приходит со стороны и проводит мое заседание фракции. Это одно и то же. Также и в громком связи, это по информациям СМИ, в громком связи проводится заседание. Это тоже, опять же, госучреждения, которые избраны Джорг Кенешем, утвержденные президентом. Им даются полномочия по проведению политики в своей сфере. И он передает, да, нам нужна сегодня цифровизация страны. Да, мы хотим все цифровизации. Это хорошая идея. Мы поддерживаем, но должен каждый заниматься своими делами. Последует ли премьер-министр примеру своих подчиненных и напишет заявление об отставке, в парламенте сомневаются. Уволив руководителя аппарата и главу госком связи Абулгазиев, признал, что совещания под председательством его сваяка и Манкадыра Рысалиева в правительстве действительно были. А значит, не знать об этом он просто не мог. Другой вопрос, какие именно указания получали уволенные чиновники от Манкадыра Рысалиева. И кто был заинтересован в том, чтобы создать еще одного национального оператора связи. Все это еще предстоит выяснить депутатам. Возможно, одними отставками дело не закончится. Наверное, здесь уже не только отставка грозит. Это, в общем-то, я считаю, что это правонарушение, которое можно квалифицировать массами статей. Начиная от коррупционных статей и кончая злоупотреблением в должностных положениях. Поэтому, я думаю, это только начало. Ответственность наступает быстро. Определенные шаги государственных чиновников квалифицируются иначе. Не обязательно доказывать, что он взял деньги в карман. Достаточно злоупотребления в пользу своих родственников. Это уже ущерб для государства. Ущерб измеряется не деньгами. Ущерб измеряется моральной потери доверия исполнительной власти у населения. Вопрос недоверия главе правительства в кулуарах активно обсуждается. Однако говорить публично на эту тему законодатели не спешат. Сейчас парламент ждет решения комиссии. Ее члены изучают материалы дела. Но уже по некоторым данным, выводы будут не в пользу Абулгазиева. Обнародовать детали расследования депутаты обещают в самое ближайшее время. В парламенте говорят, что премьеру стоило бы поучиться у бывшего главы ГКНБ Идриса Кадрыкулова. Как только стало известно об его участии в паспортном скандале, чекист сложил в себя полномочия и покинул пост. Игорь Потанин, Эрлан Кемельбеков, НТС. Госкомитет информации и связи может возглавить советник президента по вопросам цифровизации Дастан Догоев. Его кандидатуру президенту уже предложил премьер-министр Мухаммед Калый Абулгазиев. Сегодня Догоев является советником президента на общественных началах. Ранее он возглавлял государственную регистрационную службу. Прежний глава Госкомитета информационных и технологий и связи Бакетша Шембиев накануне был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию. Милиция расследует случай с подменой ребенка в Чуйской областной больнице. Заявление о том, что живого ребенка подменили на мертвого, написал отец, 43-летний житель Токмака Дулатбек Усиинов, еще в декабре прошлого года. Об этой истории родители сообщили и СМИ. Пострадавшая мама Зарина Мамутова рассказала, что 22 декабря прошлого года она родила двойню. Оба мальчика были живы. Однако на следующий день ей сказали, что один из новорожденных умер. Малыша они показали. Когда ее супруг забрал выданное им тело ребенка, судмедэкспертиза показала, что ребенок недоношенный умер еще в утробе, а их малыш жил полтора дня. Несмотря на то, что родители написали заявление в милицию, никаких следственных мероприятий не проводилось. После того, как родители пожаловались об этом общественности, Чуйская ГУВД сообщила, что досудебное производство начали по статье «Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работникам». В самой больнице обвинение в подмене опровергли и рассказали, что младенец родился инфицированным частичным ателлектазом легкого и пороком сердца. О работе системы электронная запись в школу определили коррупционные риски. О них рассказали депутаты Горкинеша, отметив, что родители уже столкнулись с проблемой зачисления своих детей в первые классы. Так, по итогам первого этапа, который предусматривает регистрацию детей только по прописке, несколько наиболее популярных школ были укомплектованы полностью. Математическая гимназия 61 набрала первоклассников менее чем за два часа. В этой связи депутаты заявили, что у них есть информация о том, что муниципальные территориальные управления создали коррупционную схему по выдаче фиктивных справок о месте жительства за 10-20 тысяч сомов. В этой связи заявили депутаты, необходимо исправить программу с тем, чтобы данные о прописке предъявляли из госрегистрационной службы. Ну а в рамках предстоящего в июне саммита глав государств ШОС в Бишкеке продолжаются съезды представителей стран-участниц. Сегодня встретились министры иностранных дел, это главы внешнеполитических ведомств Китая, России, Индии, Казахстана, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. Все они выступили в ходе встречи с главой государства Соренбаем Джейенбековым. Отметим, в рамках их работы сегодня был подготовлен большой пакет документов, который рассмотрят в июне главы государств членов ШОС. По словам президента, эта организация состоялась как уникальное международное объединение, которое эффективно сотрудничает в шанхайском духе. В частности, Кыргызстан, как председательствующая страна в объединении в этом году, делает акцент на развитии практической составляющей партнерства. Это сферы политики, экономики, безопасности, культурных и гуманитарных связей, а также продвижения межпарламентского сотрудничества. Результативно прошли такие мероприятия, как встречи секретарей Советов Безопасности, министров обороны, глав антинаркотических ведомств. На берегу озера Иссык-Куль состоялся международный марафон ШОС «Шелковый путь». Проведен форум женщин, ожидается медиафорум стран ШОС. Уважаемые министры, в период председательства мы сосредоточили усилия на развитии практической составляющей нашего партнерства. Это сферы политики, экономики, безопасности, культурных и гуманитарных связей, а также продвижения межпарламентского сотрудничества. Это создать все необходимые предпосылки для создания дальнейшего укрепления связи в этой, безусловно, важной сфере. Уверен, что принятие соответствующих решений Совета глав государств будет способствовать поступателям развития организации и укреплению роли в глобальных и региональных делах. В.Путенциал нашего объединения неуклонно возрастает. Он становится все более авторитетным и влиятельным участником современной системы международных отношений. Мы эффективно сотрудничаем в политической сфере, в противодействии терроризму, наркотрафику, экстремизму. Есть хорошие предпосылки для развития комплексной системы безопасности на площадке Шанхайской организации сотрудничества. Динамично продвигается взаимодействие в сфере сельского хозяйства, транспорта, инфраструктуры. В практическом плане прорабатываются вопросы финансового сопровождения нашей проектной деятельности, в том числе путем перехода на взаиморасчеты в национальных валютах. И сегодня Сорун Баджиенбеков принял главу МИД России Сергея Лаврова. На встрече глава государства подчеркнул, что марковский госвизит Владимира Путина благотворно сказался на двусторонних отношениях. И сотрудничество по многим отраслям вышло на качественно новый уровень с конкретикой по множеству проектов. Он напомнил, в частности, о более чем 50 контрактах на сумму свыше 6 миллиардов долларов. Сегодня идет работа над реализацией договоренности об объявлении 2020 года перекрестным годом Кыргызстана и России. Так что в ближайшее время появится совместный оргкомитет по проведению мероприятий. Кроме того, обсудили Джиенбеков и Лавров сотрудничество в рамках ЕАЭС. В частности, президент отметил поддержку Российской Федерации, признавшей отечественную систему ветеринарного контроля эквивалентной системам ЕАЭС. В свою очередь, Сергей Лавров передал Сорун Баю Джиенбекову наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина. И отметил, что российская сторона следит за ходом реализации ведомствами всех отраслевых документов. Встреча с Российской Федерацией Викторовичем. Соглашение на более 6 миллиардов долларов. Мы сейчас, надеюсь, поработаем. И особо хочу отметить, что это форума Брестарова, которая прошла очень успешно. Такие хорошие, приятные и исторические встречи. И вот сегодня наш Пасху приезжает. Третий раз приезжает к нам. Это особо хочу отметить. Приветствую вас. Добро пожаловать. Большое спасибо, Александр Шарифович. Вам тоже самые теплые пожелания от Владимира Владимировича. Он вспоминает с удовольствием свой визит и традиционное ваше гостеприимство. И содержательную часть. Вы упомянули форум ректоров. Был еще межрегиональный форум. Молодежный форум. Мы открыли, Владимир Владимирович, Дни культуры России. Так что очень насыщенная была программа. Не говоря уже о содержании документов, которые были подписаны. Заявления совместные. Такой сильный политический документ. И отраслевые соглашения, которые мы будем выполнять. И пока на этом все. Всего доброго. И до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok